МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Япония. Государство, со всех сторон окружённое водой. 6 852 острова на стыке пяти тектонических плит. Это одна из самых сейсмически активных зон на планете. Мелкие землетрясения с силой до 5 баллов здесь случаются почти каждый день. На них вообще не обращают внимания. Но бывают и страшные катастрофы. В прошлой программе мы рассказали, как японцы пережили одно из мощнейших землетрясений тысячелетия магнитудой 9 баллов. В нашем офисе задрожали стены, пол, мониторы начали валиться на пол. В Токио в тот день начался настоящий хаос. Сила толчков была настолько чудовищной, что передвинула часть Северной Японии на 2,5 метра в сторону Америки. Движение плит спровоцировало огромную волну цунами, которая достигла берега и сметала всё на своём пути. Под водой оказались целые города. В тот страшный день погибло около 20 тысяч человек. Цунами не щадит не только людей, но и память о них. Смыло все фотографии, все домашние альбомы. Ничего найти не удалось. Стихийное бедствие спровоцировало самую страшную атомную аварию 21 века. На атомной санкции Фокусима землетрясение оборвало линии электропередач. От цунами затопило аварийные генераторы. Ядерные реакторы остались без охлаждения. Взорвались три энергоблока. На четвёртом начался пожар. Это привело к огромному выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Правительство Японии объявило срочную эвакуацию людей. По всем телеканалам и по радио нам сообщили, что нужно срочно эвакуироваться. Но не сказали, почему. Команда пожарных, возглавляемых Ясоу Сато, отправляется на атомную станцию, чтобы не допустить взрыва ещё и топливных стержней, от которого пострадала бы не только Япония, но и вся планета. Было мучительно жарко. Пот сочился прямо сквозь фильтры респиратора и капал на пол. Мы не могли ни воды попить, ни в туалет сходить. Казалось, что это конец света. Эти люди – настоящие герои. Рискуя собой, они не допустили радиационное заражение мирового океана и трагедию для всего мира. Но зона вокруг атомной станции осталась непригодной для жизни. Сначала заражённой считалась 30-километровая зона вокруг атомной станции, как и в Чернобыле. Позже правительство сократило запретную зону до 20 километров. Сейчас под запретом лишь территория в радиусе 10 километров от станции. И уже сегодня, спустя всего 6 лет, японцам разрешают вернуться в свои дома. Вот мы уже подъезжаем к горпосту. Сегодня мы покажем, как японцам удалось так быстро очистить загрязнённые территории. И узнаем, что скрывает правительство от обычных людей. По сути-то сама радиация, она не опасна. Опасен её эффект. Сегодня мы сделаем то, что удавалось единицам журналистов во всём мире. Сейчас будет совсем кошмарная зона, просто кошмарная. Попадём в самое сердце трагедии – внутрь атомной станции. Увидим взорванные реакторы с расстояния вытянутой руки. Прямо под четвёртый реактор. Вот он надо мной. Покажем, как японцы не допускают попадания радиации в мировой океан. Уникальную технологию придумали для того, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод. И узнаем, какую угрозу для всего человечества продолжает нести Фукусима. У них цистерны, в которых заражённая вода. Больше двух месяцев мы получали разрешение на съёмку в закрытых зонах и на атомной станции Фукусима. Я отправляюсь в самый эпицентр катастрофы. Сейчас я в 11,5 километрах от атомной станции. В уже открытой для заселения и жизни зоне. Но мой дозиметр не замолкает ни на секунду. Это город Намия. От него до реактора чуть больше 10 километров. И власти Японии по непонятной лично для меня причине решили назвать этот город безопасным, открыть его, хотя данные дозиметра говорят совсем о другом. И вот то, что мы сейчас в обычный будний, рабочий день идём по дороге, которая абсолютно пустая, хотя здесь уже имеют право ездить автомобили, тоже говорит о том, что люди не спешат сюда возвращаться. В основном мы видим заколоченные витрины, какие-то заброшенные магазины, заброшенные дома, потому что здесь действительно опасно. Честно говоря, я и по себе чувствую за вот эти трое суток, что мы провели в этой зоне. У нас с оператором и с гидом уже два дня подряд болит голова. Мы едим грудами таблетки, но это плохо помогает. Вот, пожалуйста, друзья. 45 микрорентген в час. И это называется нормальный радиационный фон. Даже открыли железнодорожный вокзал. Сюда можно доехать на поезде из Токио. Обычно на вокзале в Японии не протолкнуться. А тут людей нет. Вот поезд. Мы видим в нем одного пассажира. И желающих сюда приехать действительно немного. 43 микрорентгена в час. 54 микрорентгена в час. Вот так вот. 40-50 микрорентген в час. Очень много. Очень. Ничего. Вы часто сюда приезжаете? Два раза в день. А вот людей много? Мало пассажиров. Для кого в основном этот поезд? В основном для сотрудников местных компаний. Все. Сейчас идет объявление для одного единственного пассажира. В поезде один человек. Все, удачи вам. До свидания. Спасибо. За три дня в этом городе я встретил всего несколько человек. И это не только местные жители, а люди, которые выполняют здесь специальные работы. Вот прямо сейчас возле нас. Разрушают старый дом. Его жителям будет выплачена компенсация. И они поселятся где-то в другом месте. Давайте померяем, какой здесь уровень загрязнения. В Японии норма 23 микрорентгена в час, у нас сейчас 52, 57, 55 микрорентген в час. В принципе, это уже максимум. Вот 61 микрорентген в час периодически показывает место зараженное по-прежнему. Каждый год запретная зона сокращается, открываются все новые города. Но фукусимцы не торопятся их заселять. По статистике, в открытые зоны возвращаются не более 12% жителей. Правительство продолжает убеждать, что зона уже безопасна и вся территория очищена. Присмотритесь. Тысячи, десятки тысяч вот таких черных пакетов. В них находится грунт. И 20 тысяч человек ежедневно снимают верхний слой грунта, упаковывают в эти мешки. И дальше он будет утилизироваться. Это очень больно на душе, потому что в зоне Чернобыля о таких работах мы можем только мечтать. У нас никто верхний слой грунта не снимает, никто его не утилизирует. Тут же правительство пообещало, что за 30 лет весь грунт будет очищен в зараженной зоне и последствия практически ликвидированы. Конечно, отчасти это красивые слова, потому что сегодня правительству выгодно декларировать то, что с последствиями справятся на все 100%. Но, тем не менее, налицо результат. Я отправляюсь в город Томиоко. В гости к человеку, который лучше всех знает, что значит жить возле атомной станции. Наото Мацуморо – единственный самосел Японии. Все шесть лет после аварии он прожил в 11 километрах от станции. Эту зону совсем недавно открыли для заселения. Правительство утверждает, что здесь абсолютно безопасно. Но соседей у Мацуморо почему-то до сих пор нет. Первым делом мужчина показывает мне свой новый урожай. Гигантская спаржа. Власти здесь уже очистили грунт. И она уже вырастает не такая гигантская, как раньше. То есть вообще в нормальном состоянии в супермаркетах она где-то вот такая. Сегодня она вот такая здесь вымахивает в этой радиационной зоне, а в 2011 году была вообще вот такая. Вот давайте померяем, насколько сильно фонит очищенная государством зона. Чуть-чуть превышает норму. Вот 43 показывает. Микрорентгена 45 микрорентген. Фукусимская спаржа, как и чернобыльские помидоры или картошка, уже стали привычными понятиями в этих местах. Так называют овощи неадекватно больших размеров. Но есть и другие ужасающие последствия взрыва. В Фукусиме, как и в чернобыльской зоне отчуждения, после эвакуации остались брошенными тысячи животных. Именно это стало причиной, по которой Наота рискнул жизнью и остался здесь жить. Сегодня на попечении у Наота около полусотни коров, десятки кошек и собак, лошади и другие животные, хозяева которых навсегда покинули свои дома. После взрыва я два дня сидел дома, боялся выходить. Только на третий день я вышел на улицу. Вокруг не было ни одного человека, но было очень много кошек, собак, коров. Я стал их кормить. Я не мог бросить всех этих животных умирать. То есть, получается, вы добровольно решили жить в лесу, где нет электричества, где нет связи, где нет интернета, где вообще ничего не достанешь, где не работают магазины, только ради того, чтобы спасти жизни этих животных. Да, я пытался им помочь. Их осталось так много, что я не мог прокормить их всех. В первое время от голода умерли тысячи животных. Просил помощи у местной администрации. Но они хотели просто убить всех. Разве это по-человечески? Животные не виноваты в человеческих ошибках. И я поклялся, что спасу всех, кого смогу. Вот какой тогда был радиационный фон? Не знаю. Ни у кого не было измерительных приборов. Когда измеряли специалисты, приборы показывали 123 микрорентгена в час. Сейчас здесь где-то 50. Давайте вот сейчас попробуем померить. 0,5 точно, да. Это уже превышение нормы, в принципе. Я уже не обращаю на это внимания. Не думайте о болезнях, которые могут возникнуть. От того, что вы 6 лет живете вот здесь, в этой зараженной зоне. Я был уверен, что больше трех лет не проживу. Я принял этот вызов. В конце концов, все мы умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Ну, это хорошо, конечно, что вы относитесь с юмором, но все-таки вы ходили к врачам. Вы обследовались? Сначала нет, но потом, летом 11-го года, здесь работали люди из аэрокосмического агентства. И я попросил их врача обследовать меня. Но у них не оказалось нужного оборудования. И они послали меня в Токио. Там был специальный аппарат, который мог показать, сколько я накопил радиации. Да, меня отвели в какой-то институт в Токио. У них был аппарат. Такой большой металлический ящик. Очень современная штука. Меня положили на специальные носилки. И они поехали в этот металлический ящик. А потом дверь вот такой толщины сама закрылась. Мне нужно было лежать там 18 минут. Дальше дверь сама вот так открылась. И я выехал на носилках из ящика. С таким задором Наото рассказывает об аппарате, который изобрели американские военные ученые для изучения влияния радиации на человека при взрыве атомной бомбы. Аппарат измеряет уровень радиации, который накоплен в человеческом теле. Что вам сказал доктор? Какое у вас было состояние в тот момент? Он сказал, что я чемпион. Абсолютный чемпион. Говорил, что еще не встречал человека, в котором столько радиации. А, то есть вы самый облученный человек Японии, получается? Да, я чемпион. А как иначе, если я дышал этим воздухом и питался продуктами, выращенными на этой земле? В общем, мне сказали через полгода снова явиться на осмотр. Но когда я позвонил врачу, мне ответили, что он сейчас лежит в больнице с тяжелым заболеванием. Представляете? Он на больничной койке. А я здесь, живой и невредимый. Меня называют Робинзоном Крузо на островке радиации. Первый месяц после аварии был самым сложным. От голода я жевал бамбук, как панда. Фукусимский бамбук попробую. Вкусно? Сегодня фукусимский общельник выращивает на зараженной земле овощи и фрукты, разводит пчел и собирает мед. Можно попробовать, да? Слушайте, а фукусимский мед радиоактивный, очень вкусненький. Да, и моя семья – это природа, птицы, животные. А другая семья у вас есть? Семья человеческая? Была, но осталась в прошлом. У меня есть трое детей, но они ко мне сюда не приезжают. Если честно, не хочу об этом говорить. До аварии на Фукусиме Наото был успешным бизнесменом, хозяином завода. Его компания производила арматуру и металлоконструкции. У мужчины было много сельскохозяйственной техники, тракторов и комбайнов. Сейчас о былом достатке напоминает только любимый спортивный ретроавтомобиль, пылящийся в гараже, а еще проржавевшая техника и груды металлолома. Это мой бывший завод. Когда-то я обрабатывал металл, сколотил на этом целое состояние. Вы очень богатый человек? Да, многое мог себе позволить. Почему вы не хотите воспользоваться этим богатством и ехать в Токио, купить себе роскошную квартиру и жить в свое удовольствие, а сидите в этом радиоактивном лесу? А я живу здесь в свое удовольствие. Мед, овощи, земледелие, скотоводство. Чем вы еще здесь занимаетесь? Охочусь на кабанов. Вот мое оружие. Захожу тихо в дом и вот так их копьем убиваю. А зачем вы их убиваете? Ты не видел, как они переворачивают все в дома? Ситуация немножечко странная. То есть вы посвятили свою жизнь и готовы умереть ради домашних животных, которых бросили хозяева, и при этом вы убиваете диких кабанов, которые вам устраивают беспорядок дома. Не только мне. Они уничтожают все вещи во всех заброшенных домах. А ведь там остались любимые вещи. Это память. Правительство разрешает людям на несколько часов посещать закрытые зоны и забирать ценные вещи. А когда ты приходишь и видишь прошлую жизнь уничтоженной, это больно и грустно. Я пытаюсь защитить и свой дом, и соседские. Ведь это единственное, что у нас осталось от прошлой жизни, до аварии на АЭС. Это память. Люди продолжают ездить в запрещенную зону хотя бы для того, чтобы найти старые фотографии. Визит в свой собственный дом, если он оказался в 10-километровой зоне, возможен только по спецразрешению, ограниченное количество раз в году, и не более, чем на два часа. Сейчас я направляюсь в город Окума. Он всего в 5-ти километрах от атомной станции. Сюда не может приехать журналист. Для этого обязательно нужно быть владельцем дома или получить его приглашение. С точки зрения закона, сегодня я еду сюда на правах родственника, Мото Тахаруми и ее дочери Матати, о которых мы рассказывали в прошлой программе. Мы ничего не знали. Целых две недели мы кочевали из одного убежища в другое. Везде было слишком много людей. Приходилось менять место ночлега раз в два дня. Но мы все еще надеялись, что сможем скоро вернуться домой. Нам же никто не говорил, что все так серьезно. Скрывали. Они пригласили меня проведать свой родной дом вместе с ними. Вот мы уже подъезжаем к блокпосту. Нам передали спецодежду. Ей обеспечивает государство. Все жители получают это перед въездом на запрещенные территории. Есть обязательно документы, которые фиксируют, сколько раз человек в этом году уже посещал зону, сколько часов в ней находился. Вы уже смирились с тем, что домой просто так попасть нельзя, что обязательно нужны эти костюмы, маски, респираторы? Нет, никак не могу смириться. Это очень грустно. Как будто не домой к себе едешь, а в место, где была ядерная война. Есть бахилы, две пары перчаток, внутренняя и внешняя. О, даже три пары. Маска. Шапочка на голову. Все это, конечно, в формальности. По-настоящему это не защищает, иначе бы не говорили о том, что здесь можно находиться всего несколько часов. По сути, это сама радиация, она не опасна. Опасен ее эффект. Это разрушение ДНК. Разрушение молекул, из которых мы с вами состоим. Все, вроде бы готов. Вы готовы? Готовы. Как только мы оказались в запретной зоне, мой дозиметр начал зашкаливать и отвратительно пищать. Это означает, что уровень радиации здесь выше допустимых 23 микрорентген в час. Этот несмолкающий сигнал сопровождал нас всю поездку и напоминал о том, что здесь опасная для человеческого организма норма радиации. Итак, мы приехали в дом, в котором никто не живет уже 6 лет. Я сделала такие ограждения от диких кабанов. Их тут много шастает. Видите, от диких свиней приходится натягивать сетку. А скотчем вы от кого заклеиваете? От воров. На всякий случай. Увижу, если кто-то пытался в дом забраться. Вот это кабан сделал. Я все время думал, почему везде такой бардак? Друзья, ответ простой. Кабаны. Дикие кабаны стали разбивать стекла, забегать внутрь и все разносить. Особенно, если чувствовали какой-то запах продуктов. Сначала тут появились мыши. Потом пришли кабаны. То есть мыши сначала выели все, что вы не доели сами. Потом уже пошли кабаны орудовать. Да. Ну, друзья, там, где исчезает человек, начинается рай для животных. И Чернобыльская зона это подтверждает. Там сейчас встречаются уникальные виды животных, краснокнижные в том числе. Видишь, какой сильный кабан тут был. Вот видите, друзья, кабан опрокинул диван. Помочь вам на место поставить? Уже не надо. Мы все равно снесем этот дом. Достоевский, братья Карамазовы. Кто у вас читал Достоевского? Мой брат. Он в СССР ездил на стажировку. Привез книгу оттуда. Вот так, друзья. Братья Карамазовы здесь, в Фукусиме. Не ожидал, конечно, такое увидеть. Очень больно, очень обидно. Старый проигрыватель винила, книги. Вся жизнь, абсолютно вся жизнь разрушена. И вернуть ее уже невозможно. Наконец-то нашелся. Это наш семейный альбом. Это мама в молодые годы. Этот альбом пытались найти в прошлые разы, когда сюда приезжали, и вот сейчас приподняли книги и нашли его. Потому что обычно двух часов не хватает для того, чтобы сделать все, что ты хочешь, и найти все, что ты хочешь. Заберу его обязательно, если на КПП пропустят. Альбом просканируют на пропускном пункте. Если радиация в норме, его разрешат вывести. А если нет, фотографии останутся в зоне отчуждения навсегда. Это я в молодости. 11 лет работала в научно-исследовательском институте при больнице. Исследовала ДНК сотрудников атомной станции. Вы представляете, как по иронии судьбы получается, что вы всю жизнь посвятили изучению ДНК тех, кто работает на атомной станции, а именно ДНК наше меняет и уничтожает атомную энергию. А вы вообще обследуетесь теперь после этой аварии как-то регулярно? Уже нет. Почему? Один раз щитовидную железу проверяли. Сказали, все нормально. Подождите, это правительство и префектура Фокусима вас принудительно не отправляет на досмотры? Например, хотя бы раз в полгода? Нет. Детей отправляют, а нас стариков нет. Фантастика, я себе совсем по-другому представлял то, как правительство Японии заботится о тех, кто пострадал. Я-то ожидал, что тут каждые полгода люди проходят профилактический осмотр. Нет, все точно так же, как у нас. Заболело? Проверили. Успел? Успел. Не успел? Не успел. Большому сожалению. Большинство людей живут именно так. У женщин есть всего два часа, чтобы в этих руинах попытаться найти уцелевшие останки прошлой жизни. Или просто поностальгировать, вспоминая ту самую былую жизнь. Честно, слезы просто наворачиваются, глядя на то, как люди пришли в свой родной дом и вот просто присели посидеть, чтобы вспомнить, чтобы закрыть глаза и представить вот те времена, когда это был дом, когда он был обжитым, и когда здесь было счастье, и здесь была жизнь. Сейчас жизни здесь нет, и остается только вспоминать и ностальгировать. Я вот, честно скажу, я вам очень сильно сочувствую, и у меня просто нет слов. Страшно представить себе, что вы чувствуете. Мне уже 80 лет. Я смирилась с тем, что не вернусь сюда жить никогда. И никто, наверное, в Окуму не вернется. Тут не будет жизни. Жизнь в этих местах есть только на атомной станции. Японцы готовы рисковать собой и работать в зоне заражения, чтобы последствия их аварии не загрязняли всю планету. Прямо сейчас начинается самая опасная часть нашего визита в зону Фукусимы. Мы два месяца добивались разрешения на работу здесь и каким-то чудом сумели собрать все документы. Это удавалось единицам журналистов во всем мире. Наша задача – своими глазами убедиться в том, что последствия страшной аварии не выйдут за пределы Японии. Снимать на атомной станции Фукусима очень сложно. Специальные сотрудники контролируют каждый отснятый кадр. За малейшее нарушение нас сразу прогонят, конфисковав всю аппаратуру. Снимать главный корпус снаружи запретили, поэтому первые кадры мы сделали уже внутри. Внутри станции за счет специальных стен со свинцовыми пластинами безопасно. Тут можно находиться в обычной одежде. А вот вне стен главного строения, где и произошла авария, необходима спецодежда. Сегодня мы много раз будем переодеваться. Это не очень удобно, но это жизненно необходимо. Также мы будем одевать специальную маску на все лицо. В ней не совсем удобно дышать, и у вас может закружиться голова. Если вам станет плохо, сразу обращайтесь к нам. В закрытой зоне вы должны строго выполнять наши инструкции. И сейчас мы отправляемся в закрытую зону, чтобы увидеть самое уникальное, самое интересное, собственно, эпицентр трагедии. Вот мне выдали дозиметр-докопитель. Чем отличается от моего дозиметра обычно? Прибор, который вы привезли, мерит точечно-одномоментный уровень радиации. А данный датчик крепится на груди примерно здесь. Он измеряет фактически накопленный вами уровень радиации во время пребывания на станции. Мы следим, чтобы этот уровень был не больше ста микрозивертов. Как только датчик соберет этот предел, он подаст звуковой сигнал. И где бы мы ни находились, вы обязаны будете уйти с опасной территории. Теперь снимите вашу обувь и ваши носки, чтобы надеть наши. Одни носки мы одеваем обычно. А вторые надевайте так, чтобы закрыть брюки. Вторые носки, друзья, не очень по-дизайнерски, но в целях безопасности здесь лучше не пускать по сравнению, частички по своему телу. Часки обычные, строительные. Одноразовые. Чепчик. Теперь маска. Облачились. К работе готовы. Мы уже облачены в повседневную экипировку работников атомной станции. Это особенная, уникальная съемка. Главный инженер атомной электростанции Фукусима, Окамора-Сан, сопровождает нас лично. А еще тут много охраны. Под контролем каждый наш шаг по территории стратегического объекта. И сейчас вы увидите редчайшие кадры. Полагается обязательно взять такой респиратор. Это для самой опасной зоны, где недостаточно такого символического белого. Вот видите, тут все эти люди нас сопровождают. То есть где-то 10, как минимум. Это все незонно для того, чтобы мы с вами увидели эту атомную станцию. Друзья, выбираем. Галоши такие. На улице будем обуваться. Здесь нельзя, я понял. Здесь можно нельзя ставить. Извините, я не японец. В принципе, это все самое необходимое для того, чтобы попасть уже в зону непосредственно возле реактора, где-то в 80 метрах от него. Здесь мы уже обуваемся. Здесь мы берем каски. Пишут в метро. Пишут в страну. И оденьте, пожалуйста, уже маску. Сейчас у вас будет уникальная возможность увидеть атомную станцию Фукусима изнутри. Такого еще не показывали. Мы едем по территории атомной электростанции. Приближаемся уже к морскому побережью. Именно оттуда волна. Клынула сюда, в сторону станции и натворила очень много беды. Здесь мы можем отчетливо увидеть след, который остался от уровня воды во время цунами. Даже сделали отметку. Вот цунами 11 марта 2011 года и видно почернение на стенах котельной. Вот такая была гигантская волна. Буквально в 300 метрах от нас разрушенный первый реактор. Видно, что крыша разрушена. И у нас 900 микрорентген в час. Почти. Вот уже больше 1000. 1500 микрорентген в час. 1700 микрорентген. Повышается. 2700 микрорентген. Увеличивается. 4000 микрорентген в час. Дозиметр зашкаливает. Мы подъезжаем к разрушенным энергоблокам, в которых до сих пор находится расплавленное ядерное топливо. Это эпицентр крупнейшей в мире ядерной аварии со времен Чернобыля. Ее последствия до сих пор несут смертельную опасность для планеты. Здесь мы выходим. У нас есть всего 5 минут. Больше мы находиться здесь не можем. Первый реактор. Крыша разрушена. И вот сейчас из него пытаются извлечь ядерное топливо. Взрыв на первом энергоблоке произошел рано утром 12 марта. Корпус реактора не пострадал, но была разрушена внешняя железобетонная оболочка блока. Масштабы утечки радиации тогда не сообщали. Вот второй реактор. У него крыша сохранилась. Но там тоже продолжаются работы. Утром 15 марта взрывается второй энергоблок. Его герметичность нарушается. И он опасен до сих пор. Третий реактор разрушен. Четвертый реактор. Все прямо возле нас. Взрыв водорода на третьем энергоблоке произошел 14 марта. Уцелел только четвертый энергоблок. Но из-за сильного пожара в хранилище отработанного ядерного топлива в атмосферу все равно попали радиоактивные вещества. Волна шла оттуда и накрыла атомную станцию. Да, и высота волны была 15 метров. Проблема также еще в том, что резервные дизельные установки стояли в полуподвальном хозяйственном помещении. Поэтому, когда хлынула вода, она сразу все затопила и вывела из строя. Друзья, ну вот сегодня вы уже учли эту ошибку. И если вдруг, не дай бог, снова цунами повторится, а вот тут эти четыре реактора, они все еще находятся здесь, есть опасность, что возможен повтор трагедии? Подобной аварии уже абсолютно точно не будет, потому что, во-первых, мы построили серьезный волнорез, а во-вторых, стержни в реакторах уже не в рабочем состоянии. Только благодаря тому, что четвертый реактор не взорвался, из него смогли извлечь топливные стержни. На сегодняшний день самая большая проблема убрать расплавленное ядерное топливо из первого, второго и третьего реакторов. Но люди сделать эту работу не могут. Это верная смерть. Японцы пытались использовать для этой миссии роботов, но столкнулись с тем, что радиация убивает даже их. Электроника внутри реактора долго не работает. По прогнозам главного инженера, чтобы безопасно удалить топливо, понадобится еще несколько десятилетий. Но проблема еще и в том, что в Японии нет могильника ядерных отходов. Что делать с ними дальше? Этот вопрос еще не решен. Я вам хочу показать одну уникальную вещь, думаю, вам как атомщику понравится. В 86-м году, когда взорвался Чернобыль, у нас не было вот таких приборов. И мой отец сам сделал вот этот прибор. И вот чем сильнее трещит, тем больше ее. Сейчас трещит так, что ухо просто убивает. Хотите послушать? Да, да. Вот, друзья, давайте посмотрим уровень. 14 500 мегавильгенчат. Ужас. На высокий уровень, лучше здесь долго не находиться. Все, мы уже много накопили. Срочно уходим. Друзья, здесь больше не надо находиться. Мы уже 5 минут, уже произошел сигнал звуковой от дозиметра, мы уже набрали. Это достаточно много, надо уходить. Предупреждающий сигнал прозвучал в первый раз. Когда он просигнализирует в третий раз, нас сразу же прогонят со станции. Вне зависимости от того, где мы находимся. Больше 5 минут, а здесь тут нельзя. 20 000. Мегавильгенчат, это, конечно, сила. Зато, друзья, у вас есть уникальный шанс увидеть все это изнутри, увидеть эпицентр трагедии, очень похожий на то, что произошло у нас с вами на нашей земле. Укусима очень во многом напоминает Чернобыль, хотя Чернобыль по загрязнению и по трагическим последствиям, конечно, гораздо более сильная авария. Укусима – это уменьшенная копия Чернобыля, которая произошла совсем по другой причине. В случае с Чернобылем это был избой техники и отчасти человеческий фактор. В случае с Укусимой это, конечно, природный катаклизм, но не обошлось тут и без человеческой ошибки, потому что не учли, не учли, что если произойдет цунами, если будет волна вот такой высоты, что будет. Произошло то, что произошло, к большому сожалению. И я очень надеюсь, что атомная энергетика во всем мире учтет ошибки, которые были допущены и в Чернобыле, и в Укусиме, и чтобы больше такие трагедии никогда и нигде не повторялись. Это страшно, это смерть. По всей территории станции можно увидеть сотни гигантских цистерн. В них сливают воду, которая циркулировала в системе охлаждения реакторов. Друзья, мы видим цистерны, в которых зараженная вода. Вот это полные бочки смерти. 1200 кубических метров или 1200 тонн. Сюда сливают всю отравленную воду из реакторов. И вот есть еще такой заборчик защитный. Если вдруг где-то будет протекать эта бочка, то радиоактивная вода будет собираться вот в этом резервуаре, и ее можно будет собрать. Это на случай экстренной ситуации. Второй барьер, вторая защита. То есть, если предположить, что очень сильный пробой какой-то, и пошла течь, то вся территория, на которой находятся бочки, огорожена еще вот такими бетонными заборами. И, соответственно, здесь можно собрать еще очень много воды. Здесь сейчас на территории где-то 900 вот таких бочек находится. И каждый день еще по 150 тонн воды приходится куда-то складировать, и поэтому количество бочек растет, растет и растет. резервов территории хватит года на 4, максимум на 5 лет, потом воду уже будет девать некуда. Что вы будете делать дальше с этой водой? Какие есть варианты утилизации ее? Прежде всего, вода, которая хранится в этих цистернах, уже предварительно очищена. С помощью специальных фильтров мы смогли удалить 62 различных радиоактивных изотопа, кроме одного, трития. На сегодня, к сожалению, не существует технологической возможности очистить от него воду. Дискуссия, как это сделать, сейчас идет на государственном уровне. Поэтому мы очень надеемся, что совсем скоро будет принято глобальное решение по утилизации радиоактивной воды. Вот расскажите, пожалуйста, я не совсем пойму технологию, я вижу, что ребята раскатывают такие ковровые дорожки. Они сейчас готовят фундамент, основу, где будет стоять цистерна. Это так называемая водонепроницаемая пленка, которая не позволит в случае протечки воды попасть ей в грунт. Кошмар Фукусимы заключается еще и в том, что она расположена на берегу океана. После аварии в воду попало огромное количество радиоактивных элементов. А это уже влияние на экосистему всей планеты или катастрофа мирового масштаба. Поэтому сегодня главная задача всех, кто здесь работает, не допустить дальнейшее загрязнение воды. Найти решение было очень сложно. Подземные реки, грунтовые воды, дождевая вода, все это, проходя через территорию Фукусимы, продолжало заражать океан. Это заметили во многих других частях планеты. Японцы сумели найти уникальное решение и остановить катастрофу. Чтобы показать вам одну уникальную технологию, которую придумали для того, чтобы не допустить загрязнение грунтовых вод. Говорят, обязательно закрыть окно. Здесь нельзя. С открытым окном кухом вода. Это уже слишком опасная зона. Вы можете посмотреть, что здесь абсолютно не увидишь земли. Здесь все покрыто слоем бетона. Это делалось только с одной целью. Изолировать радиоактивную, очень сильно зараженную землю, чтобы люди могли здесь как-то работать. Вот мы приближаемся ко второму реактору. Он сохранился лучше всех. Сейчас главная задача извлечь из него стержни с атомным топливом. Сейчас нам нужно снова переодеться, надеть более сильную экипировку, которая еще лучше защищает от радиации, потому что сейчас будет совсем кошмарная зона. Просто кошмарная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, так все хорошо дышать. Дышать. Воздух там. Интересно, сколько в этом воздухе вы делали? Воздух. 600. Каренген в час. В ближайшем зоне. Там у нас есть буквально 2-3 минуты, не больше. И только в защитный костюм. И попасть на стацию невероятно сложно, так что, что вы видите, это действительно уникальные кадры. Комбинезон, он непременно с пластиковыми окошками, потому что всегда должна быть возможность проверить, кто вы такой, должен быть виден пейдж. И, собственно, вы должны видеть дозиметер. Сегодня он уже дважды социализировал мне, говоря о том, что повышается уровень радиации, который я накапливаю. Дважды я слышал сигнал. Нужно обязательно заправить штаны в носки. Первый слой такие элегантные белые перчатки. Хорошенько натягиваем. Порвал. Приятнее. Обязательно фиксировать скотч. Друзья, вот именно в таких костюмах работали ликвидаторы в марте 2011 года. Вот второй слой резиновых перчаток. Теперь респиратор. Это такой герметичный на статусе. Так что сейчас вы меня будете слушать, друзья, очень плохо. Будет вот такой гу-гу-гу-гу-гу. Что делать, теперь? Вот сейчас достаточно герметично уже все. И дальше то, что мы увидим, друзья, это еще не показывали. Подышите, пожалуйста. Очень важно проверить, что все герметично. 550 микроген сейчас печат в этом помещении. Вот она, экстремальная работа Александра Дмитриева. Это для нас обычная, нормальная, привычная ситуация. На край лифт. ну все, пошли, с Богом. Тысяча микроген в час практически. Сейчас мы с вами увидим, как японцы решают самую главную беду. вот, мы сейчас находимся возле четвертого реактора, где уже закончили работы и изъяли все радиоактивные стержни. Хотя еще вот разрушение 11-го года частично заметно. Грунтовые лоды все время стекают сюда, и есть огромный вид, что они будут попадать уже загрязненными, пройдя через станцию в океан, это катастрофа. Вот здесь нашли решение. Это специальная система, которая позволяет заморозить землю и которая поддерживает ледяную стену вокруг первого, второго, третьего и четвертого реакторов. ледяная стену. Это и есть та самая ледяная стена. Сделана она очень просто. Гениальное решение. С интервалом в один метр в землю на глубину 30 метров заходят вот эти трубы, в которых очень холодный газ. Этот газ замораживает все вокруг в радиусе один метр. И соответственно между двумя трубами лед сталкивается. Это замороженная земля, замороженная вода. и таким образом получается, что под землей станция окружена ледяной стеной. Вода, которая течет по подземным рекам, грунтовые воды, они упираются в эту ледяную стену и обтекают, обходят реактор. Таким образом в океан попадает чистая вода, а не та вода, которая содержит радиоактивные элементы. Можете сами проверить. Это лед. Вот, друзья, лед, который спасает от загрязнения мировой океан. Пора срочно уходить. Здесь нельзя долго находиться. Нас снова просят пройти в автобус. Впереди эпицентр трагедии шестилетней давности. Мы проходим в здание, где расположена центральная диспетчерская. По темным коридорам, среди кабелей и проводки, периодически меняя обувь в целях безопасности, мы пробираемся к главному пункту управления реакторами. Сегодня все это, конечно, уже не функционирует. Но именно отсюда, в 2011 году, когда территорию затопили 17-метровые волны, настоящие герои продолжали контролировать реакторы, понимая, что могут не выжить. Это датчик, который показывает уровень охлаждающей жидкости. И когда после цунами хлынула вода, повалила линия электропередач, когда пропало напряжение, здесь стало вдруг темно, то сотрудники станции просто крутую карандашиком записывали, какой уровень воды. И вот эти надписи исторические так и остались здесь, возле командного пункта, возле пункта управления первым и вторым реактором. Когда вы увидели, что происходит, вы представляли, каких масштабов может вручиться катастрофа? Дело в том, что японские АЭС работают в условиях землетрясения. Мы к этому привыкли. Но никто не думал, что будет такая высота волны цунами. Поэтому даже не предполагали, что генераторы может затопить. Парадокс. Электростанция без электричества мертва. Когда землетрясение оборвало линии электропередач, а цунами уничтожило аварийные генераторы, станция осталась вообще без питания. Чтобы оживить хотя бы систему контроля, инженеры пытались использовать аккумуляторы даже с автомобилей, брошенных на улицах. Их массово сносили на станцию. Но времени это занимало очень много, а эффекта особого не давало. Предотвратить аварию не удалось. Сколько человек здесь было в момент аварии? Была команда примерно из десяти человек, которые старались сделать все возможное без прописанной инструкции. Все эти люди живы, здоровы сейчас? Да, с ними все в порядке. Уникальная возможность увидеть все это. Смотрю, представляю себе этот страх. И здесь просто мороз по коже. Вот эти ребята, которые были здесь и боролись до последнего момента, настоящие герои. Сотрудники постоянно контролировали показатели моего датчика. Очень скоро он запищал в третий раз. И нас прогнали с территории. За пару часов на атомной станции каждый из нас получил по 4000 микрорентген. Это двухнедельная доза радиации для нормального человека. Общение с главным инженером продолжили уже в безопасном месте. Недавно суд признал атомную станцию Фукусима виновной в трагедии. И главный инженер этого не отрицает. Камара-сан, вот есть очень много разных версий, а все-таки вы человек, который знает ответ на этот вопрос лучше всех. Какая главная причина аварии? Конечно, мы не пытаемся все свалить на цунами и на землетрясение. Но они стали спусковым крючком к тому, что произошла вся эта цепь трагических событий. У нас был регламент, как поступать в случае прихода большого цунами, и мы должны были действовать, исходя из него. Однако, он строился на том, что у нас будет электричество. Но никто не предполагал, что наши автономные генераторы не выполнят свои функции, и мы останемся полностью обесточены. Изначально весь наш сценарий был разрушен. В Чернобыле у нас приняли решение сделать саркофаг. Вы решили просто демонтировать сам цунами. Мы все-таки надеемся полностью демонтировать реакторы и излечь из них все радиоактивное опасное топливо. Правда, работы по этому плану займут 35-40 лет. Что здесь будет через 40 лет, как вы думаете? Я бы хотел, чтобы через 35-40 лет в эти города, которые мы сейчас видим вокруг нас, вернулись люди, вернулась жизнь, которая здесь когда-то была до аварии. Как же грустно смотреть на свой разрушенный дом, на свою прошлую жизнь. Вот только здесь, друзья, становится понятно и очевидно, что дом это не просто стены. Дом это твоя жизнь, которую ты по крупицам собираешь и которая очень важна. И понять это можно. Только потеряв дом, как это произошло с жителями Фукусимы, как больше 30 лет назад это произошло у нас в Чернобыле. Это большая беда. То есть сегодня посещение этого места это что-то вроде поминок, что-то вроде похода на кладбище, кладбище своей прошлой жизни. Здесь уже ничего нельзя изменить, но можно просто вспомнить, можно почтить память, придя сюда. И так делают все жители Фукусимы. Но я бы очень хотел увидеть, как в нашей стране закроются все атомные электростанции. Их собственники вместе с нашим правительством испортили нам жизнь. Но главное, что страшная катастрофа ничему их не научила. Теперь они пытаются строить атомные электростанции в странах третьего мира. Это просто немыслимо. Пока я жив, я буду бороться против энергии атома и буду помогать тем, кто без меня просто не выживет. Спасибо вам за то, что вы делаете. Форсан, еще на память вам наш традиционный сувенир. Держите. Так сказать, выводить радиацию. Смотрите в следующей программе. Не зря японцы говорят, что так выглядит ад. Мир наизнанку начинает экспедицию к вулканическому огненному кольцу. Нереально. Мы застали еще один взрыв. Мы покажем, как выглядит жизнь людей около самого активного вулкана на планете. С неба падают камни и стучат по крыше. Просто какой-то ад. Испытаем на себе развлечение вулканического края. О, горячо, горячо. И увидим фантастические явления огненной земли. Волшебный мир. Кажется, что мы где-то не на планете Земля, а где-то в другом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok